Ну вот и к нам пришло время первоцветов. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Мы опять с мамой на прогулке. У нас сегодня тепло. Посмотрите, какие цветочки. У нас еще не везде сошел снег. Вот, например, стоит. Это дачи. Там лес, куда мы ходили с мамой гулять. Ну, а здесь дома. Здорово, у кого вот здесь вот квартира, а вот здесь дача. Просто шикарно. Друзья мои, хотела поднять вот такую тему. Сейчас это актуально, я так поняла. Но не для того, чтобы там собрать просмотры или лайки. Отнюдь. Потому что я знаю, что сейчас мало просмотров. Люди работают на дачах. На своих участках, на огородах. Так что я понимаю, что время на просмотры ограничено сейчас. В данный момент. И по поводу взаимоподписок. Или как еще их некоторые называют дружу-дружу. С иронией. Я считаю, что понапрасну тратить на это время. Чтобы... Ребята, ветер поднимается. Невозможно. Просто я знаю, как будет шуметь в динамике. Я считаю, что понапрасну время тратить. Да что ж такое. Киса. Киса пошла. На то, чтобы проверять, кто тебя посмотрел, кто тебя не посмотрел. И если меня посмотрели две секунды, то и я того человека две секунды посмотрю. Вы представляете, у меня 600 с лишним подписчиков. Почти 700. И это я буду... Ну вы что, мне время жалко на это. Я лучше посмотрю человека. Смотрю я честно. Как полагается. Ну, бывает, конечно, что я сокращу в самом конце, может быть, минуту-две. Бывает такое. А вообще, бывает, что я не вникаю в смысл. Потому что не все интересно. А потом, и у меня у самой, что, интересное, что ли, видео? Ну, признайтесь сами себе. У вас интересное видео? У кого интересное, тех смотрят захлеб. А потом, знаете, чем роптать и винить всех вокруг подряд? Что смотрят вас, не смотрят. Лучше, по-моему, поработать над своим контентом. Я знаю одного блога, и она у вас тоже есть в друзьях. Кстати говоря, она очень даже с удовольствием идет навстречу заимщикам. Подписывается с удовольствием. Потому что, ну, я бываю у нее, читая комментарии. Кстати говоря, интересное видео я и комментарии могу прочитать все. Потому что, ну, я привыкла. Я смотрела больше года своих любимых блогеров. Я так их называю. Своих любимых блогеров. И, ну, не безызвестный всем сам Вэл. Кстати говоря, ведь вы все смотрите блогеров. Ведь есть чему поучиться. Но неужели кто... А, не буду отходить от темы. Не буду. И вот это наш друг, блогер наш. Она работает молча. Она выходит, она рассказывает. Тут она поймала фишку. И я вам сейчас хочу сказать, что за месяц, наверное, от 600 она вышла до 1200. И уже у нее есть монетизация. Молча она делает. Без роптания, без жалоб. Смотрит ее, не смотрит. Ни разу не слышала, чтобы она вообще на что-то жаловалась. Мы позитивный человек. Без взаимок мы никому не нужны. Поверьте мне. А уж тем более Ютубу. Зачем мы-то Ютубу? Нас, посмотрите, каждый день сколько прибавляется. Это нереально всех посмотреть. У меня 700 человек почти. Уже почти. Дай бог, чтобы уже 700 было. И прикиньте, я и так из дома уже практически не улезаю. Выхожу на полтора, на два часа с мамой погулять ради нее только. А так бы и сидела, смотрела все ваши видео, честно. Если меня кто-то не смотрит, да что же я их на Аркане затащу? Или я буду сидеть и просматривать каждого, кто на меня подписан, кто не подписан. Я поначалу это делала, отписывалась. Потом выяснилось, что это Ютуб делает. Вот у меня один подписчик есть. У него 20 с лишним тысяч подписчиков. Подписчик подписчиков. Так, я что-то встала, эту машину фотографируя, но мне надо. Вот. И смотрите, буквально вчера, его, видимо, отписали от меня, он это дело усек и подписался ко мне. 20 тысяч подписчиков он увидел. Ему это надо, понимаете? Другие, может быть, не заходят ко мне, не видят. И, конечно, отписали их, или кто-то сам отписался. Но это так, им руки плохо знают. Видимо, неинтересно я им. Зачем нужно меня смотреть на самом деле, если я неинтересна. О, какая пылюка. Мы идем опять по частному сектору. В сторону пруда мы находимся на возвышенности. Я, кстати говоря, никогда не замечала этого. Теперь я вижу, потому что отсюда просматривается большая территория частного сектора. И здесь постоянный ветер. Вот я сейчас вспоминаю, что да, и раньше. Ох-ох-ох. Так что вы меня, пожалуйста, простите за то, что ветер будет мешать моему монологу. Вот, видите? Ну, конечно... Мам, подожди. Подожди, постой. Вот, видите, как просматривается? Ой, ветер сдувает снег. Вот, видите, мы стоим на возвышенности. И вон там видно, тоже идет вот этот пруд. Вот этот вот. Я уже много про пруд рассказывала. Вот этот пруд идет. И вот там тоже возвышенность. А там поля. Видимо, колхоз какой-то там засеивает. Работает. Раньше, я помню, нас от завода и от школы возили на поля. Мы собирали камни. Там где-то зерноток, по-моему, был от завода. У нас был план специально, чтобы... Ну, мы как шефы были, чтобы помочь им собрать урожай. И вот я помню пару раз меня туда... Ну, от меня было толку мало. Я была слабой очень много. Я не смогла ничего сделать. Меня постоянно отправляли... Ой-ой-ой. Меня постоянно отправляли посидеть, отдохнуть. Потому что лопатой махать тоже непростое дело. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Вот видите, какие просторы. И вон там, вон там... Видно тоже возвышенности. Лес там, там поля, там лес. Где-то там есть гора, называется Сабик. Раньше она была видна из нашего окна. А, вон она. Ну, отсюда не видно будет. Не настолько хороший у телефона. Хорошее разрешение. Вот я вижу своим глазом. А глазом я так и говорю. Потому что у меня один глаз только видит, второй не видит. Вот. А из окна раньше эту гору можно было увидеть. А потом, когда построили новый корпус на заводе, то всё... И ещё корпус ИТР. То всё загородило. Всю нашу красоту, которая... Всю нашу панораму, которая видна была из нашего окна. А там и железную дорогу видно. Железный мост, через который идёт. Ходили поезда ночью. Когда я не могла уснуть, я слушала стук, перестук колёс поездов. А направление это вот идёт до Москвы. Ну, это вот та железная дорога, куда мы с мамой ходили гулять в лесу и выходили на эту дорогу. Эта дорога ведёт... Если на лево, то на запад, если на право, то на восток. Ну вот, продолжу я разговор о взаимоподписках. Ну, как это правильно выразиться? Сейчас скажу. Есть ещё один канал. Это было месяца два тому назад. Она была у меня в друзьях. Я зашла к ней на просмотр. И тема была вот эта вот. Причём в категоричной форме. Высказывания были, что всё. Я закрываю свои подписки и больше, значит, никого не принимаю по взаимке. Ну, хорошо. Некоторые обиделись, отписались от неё. Она говорит, мне не надо. Пусть канал растёт сам по себе. И типа я его отпускаю на вольное хлеба. Что вы думаете? Прошло два месяца. У неё как была цифра. Там сто с чем-то человек. Сто тридцать шесть, по-моему. Так она, по-моему, и осталась. Даже меньше стала. И, ну, ладно. Бог с ним. Было бы так. Так я её потом стала встречать. На стримах у людей. И она благополучно объявляла людям, что дружу, заходите в гости. Ну, и к чему это был, этот пафос? К чему он нужен? Да мне никто не нужен. Да я сама. Кто ты сама есть? Никто. Так же, как и я. Мы начинающие. У кого есть желание, те молча делают своё дело. Не получилось. Значит, для себя. Понимаете? Некоторые люди не настолько амбициозны и открывают свой канал для общения. Сколько их на Ютубе. Они смотрят других людей. Если появляется желание общения через выкладывание своих видео, значит, им это интересно, они это делают. И, кстати говоря, считаю... Господи, мы ушли, чтобы меньше народа, меньше машин. Потому что там невозможно у нас снимать, разговаривать. Люди постоянно ходят. Нежелательно, чтобы они в кадр попадали, потому что не всем нравится. Ну, я, правда, не сталкивалась ещё с этим, но, тем не менее, не хочу нарываться лишний раз, потому что люди разные бывают. Ну, и вот, продолжая тему. Если человек мне помог, я с удовольствием помогу ему. Могу и даже, ну, как бы... Просто, ну, сделать доброе дело. Вы понимаете, о чём я говорю. Сделать доброе дело. И даже, бывает, порой и не сообщаю. Мне вот нравится Нютка Волгоград вот этим подходом к делу. Она мне тихим намёком или ВКонтакте намекнула, что она делает. И я, соответственно, иду ей навстречу. Господи, вот этот ветер. Мне, конечно, вас жалко. Особенно, кто слушает в наушниках. Но я ничего поделать не могу. Вот он сегодня такой, а мне хочется высказаться. Потому что я уже устала вот эти видео. Может быть, они рассчитывают на популярность. А, и вот ещё один момент. Смотрите. Вот такой момент. Мы снимаем, значит, видео и ожидаем, что сейчас оно наберёт просмотр. Или, как минимум, значит, нас посмотрят друзья. Мы в эту статистику лезем. Время теряем зря. Хотя, по сути, нам надо больше времени уделять своим видео. Качеству своего видео. Есть такие программы, которые помогают. У некоторых даже тегов нет, я посмотрела. Нет тегов. Кто вас будет продвигать, если у вас тегов даже нет? Если бы вы суперканал были уже раскрученный, да ради бога, не ставьте вы эти теги, вас и так посмотрят, потому что у вас есть свой зритель. А сейчас, в данный момент, у нас зрителя своего нет. У нас друзья. Ну, друзья есть, недобросовестные. Ну, и что теперь сделать? У каждого свои проблемы. Особенно мамы с детьми. Ну, как? Если, допустим, у неё есть цель такая, у мамы, раскрутить побыстрее канал, естественно, она будет к этому идти. А если у неё особо нет? Ну, взяла она взаимку эту. Ну, периодически заходит. Да низкий ей поклон. Хотя бы раз в месяц зашла. И то спасибо. Посмотрела меня. Оставила отзыв. Спасибо огромное. Я рада. Девочки, мальчики, работайте над своим контентом. Не ждите, когда... К вам никто не придёт просто так. Даже у известных блогеров вот они выкладывают свои видео. Где-то какой-то, извиняюсь за выражение, срач, и видео набрало много просмотров. Срача нет. Видео из театра, со спектакля, или видео из музея. Не идёт это, эти просмотры. Не идут. Даже только вот трэш нужен. Гадость вот эта, мусор. Или же обзоры магазинов. Кстати говоря, и тот же фикс прайс. У кого-то он пошёл. Кто-то поймал фишку. Вот именно этот трафик поймал. И всё. Видео пошло. И он продолжает... Смотрите, он дом. И он продолжает делать это. А у кого-то с того же фикса не идёт двести, триста, четыреста просмотров. Всё. Всё. И стоп. И никак больше. Вышел на садовод. В садоводе пошло у него. Понимаете? Тут какое дело. У него в садоводе пошло. У него девятнадцать, двадцать тысяч просмотров. Вышел опять на фикс прайс? Нет просмотров. Нет. Хоть стреляйся. Нет их. А вы говорите. Ну, сидите. Кому делать нечего, сидите. Отслеживайте. Кто вас посмотрел, кто вас не посмотрел. Отписывайтесь. Подписывайтесь. Закрывайте свои каналы. Ну, я имею в виду подписки. Ради бог. Вы сделаете это хуже только себе. Ну, сейчас давай ещё повой тут. Вот ещё не хватало. Смотрите, мы по каким буеракам ходим. Зато здесь воздух свежий. И по поводу статистики. Хочу сказать, что я видела информацию такую ещё в самом начале, когда я только начала снимать видео и выкладывать их в YouTube, что информация была такова, что статистика без монетизации стопроцентно не отображается. то есть, допустимые ошибки. Поэтому роптать на этот счёт вот будет монетизация, там будет отображаться всё. Всё 100%. Потому что они должны вести отчёт. Для отчёта это всё важно. А сейчас, в данный момент, нам нужно работать над контентом. если вы хотите стать известным блогером или зарабатывать копеечку, то нужно трудиться, ребята. А не просто абы. Сходили в магазин, выпустили видео, а в видео даже тегов нет у вас. Всё, залили его и типа пошло. Если вы хотите поймать... Если вы хотите поймать популярность, хайп, то, извините меня, надо снимать совсем другие сюжеты. Надо снимать бомжей. Надо снимать как вы помогаете бабушкам. А не то, что вы сидите на кухне и рассказываете там людям о том, что вы принесли из магазина. Больше четырёх сот человек вас сто процентов не посмотрит. А сейчас в страду, когда требуется много работы на огородах, на дачах, сейчас тем более никто не будет смотреть. Ну, в общем, так. Вывод. не надо жаловаться. Давайте не будем мы жаловаться и друг другу трепать нервы. Возможно, это плохо. Да, я тоже вижу, что оно стоит на месте порой. Десять пришло, бывает, что и 15 ушло, а бывает пять ушло. вот у меня три дня стоит, не три даже, четыре, наверное, вот стоит на одном месте. Четыре придёт, четыре уйдёт. Четыре придёт, четыре уйдёт. И вот, ну, я заметила уже несколько дней вот так вот. Значит, это кому-то надо. Потому что, я ещё раз говорю, наш мусор никому не нужен. во-первых, смотрит нас, нас должно смотреть столько людей, вернее, нас должны смотреть такие люди, Ютуб это отслеживает, кстати, которые смогут потом смотреть рекламу, которые смогут зайти на рекламу. Уникальный зритель это называется. В статистике, в аналитике, вернее, Ютуба, есть там такой раздел. Вы можете проанализировать, посмотреть, сколько у вас уникальных зрителей. Если вас смотрят большее количество всё-таки тех людей, которые не смогут, которым и даром не нужны эти рекламы, то и вы Ютубу не нужны тогда в таком случае. Он вас продвигать не будет. Вот вам и вывод напрашивается, что нужно работать над своим контентом. Без интереса вы никому не нужны. И я в том числе. Если не интересное видео, значит, но оно может быть, ну, в смысле, как, опять же, оно может быть интересным. Допустим, вот, есть контингент, который любит смотреть третиковку. Они посмотрят эту третиковку, но нам нужны просмотры миллионные, понимаете, для того, чтобы, ну, во-первых, набрать часы. Ну, миллионные, я, конечно, все это утрирую, но, тем не менее, ну, вот, как бы, это лучший вариант. И нам хочется этого, мы же стремимся к тому, чтобы у нас было все окей, чтобы мы стали известными блогерами. А есть, значит, у которых неинтересный канал, но к ним приходят, их смотрят. Это тоже загадка, понимаете? Но, видимо, может быть, они умеют как-то продвинуть свой канал, правильно прописать теги так, чтобы их оставил YouTube на первое место продвинул. А если мы будем ныть постоянно и не работать, то никто нас продвигать не будет, никому мы не нужны. Ну, все. Я больше не буду об этом говорить. Пока-пока всем. Думайте. И поменьше нытья. Всем добра. Субтитры